Глава Самары Елена Лапушкина начала рабочий день с объезда Куйбышевского района. Она проверила, как профильные службы содержат улицы и дворы. Свои замечания мэр озвучила на оперативном совещании. Также здесь обсудили, как расчищают от снега другие территории, как отрабатывают обращения жителей. Как проверял департамент МБУ, дороги второй и третьей категории практически прочищены. Естественно, не от борта до борта, но борт полностью прижат. Проблемы традиционные после снегопадов – это тротуары и не до конца очищенные посадочные площадки, ну, в частности, в промышленном районе. При проверках отмечается некоторая неравномерность работы. Полностью очищать проезжую часть от снега зачастую мешают автомобили, которые стоят под запрещающими знаками. С прошлой недели такие машины эвакуируют. Только минувшей ночью с улиц Гая, Ярошевского, Нововокзальный и других, где шла расчистка, переместили на специализированной стоянке 19 автомобилей-нарушителей. Больше всего обращений жителей остается по очистке внутридворовых проездов и тротуаров. В связи с этим в совещании участвовали и представители управляющих компаний. Замечания к их работе есть не только у жителей, но и у главы Самары. Как отметили сами виновники плохой уборки придомовых территорий, причина – недостаток ресурсов. Ежедневно у нас выходит по 5 единиц техники и 64 дворника. Елена Лапушкина поручила административным комиссиям тщательнее проверять территории районов города, выявлять и предоставлять конкретные примеры бездействия и недоработки управляющих компаний, чтобы впоследствии накладывать более серьезные санкции. Информацию о нерадивых и положительно отличившихся управляющих организациях предлагают начать публиковать. Хочу обратиться ко всем управляющим компаниям, которые сегодня присутствуют, которые в принципе работают на территории города, и сказать, что у них есть своя степень ответственности за ту работу, которую они делают. Им люди платят деньги. Это ваш бизнес, уважаемые управляющие компании. Извольте работать честно и правильно. По прогнозам синоптиков, уже в ближайшие дни после потепления пойдет резкое похолодание. В связи с этим Елена Лапушкина поручила профильным службам иметь в запасе противогололедные материалы и быть готовыми к изменениям погоды. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.